Предлагаем юным любознайкам познакомиться с книгами о технике, которые есть в фонде привокзальной детской библиотеки номер 8. Для самых маленьких читателей рекомендуем книгу «Как устроены машины» издательства «Клевер». Она с небольшим количеством текста и множеством ярких картинок. Интерес у дошкольников вызовут окошки, за которыми спрятались поясняющие изображения. Что находится внутри бетономешалки? Как устроен метрополитен? Почему катамаран может передвигаться без электричества? Ответы на эти вопросы ищите на страницах книги. Все виды транспорта автор делит на несколько групп. Городской транспорт, машины-помощники, машины-строители и другие. Выбирай то, что будет полезно и интересно именно для тебя. Рассматривай картинки и изучай транспорт вместе с книгой Елены Давыдовой «Как устроены машины». Мальчишкам наверняка придется по вкусу книжка с окошками Рут Мартин и Алана Сэндерса «Транспорт». Она, как и предыдущие издания, входит в серию «Маленькие исследователи». На ее страницах найдется все, что малыши хотели бы знать о средствах передвижения. Каждая страница посвящена отдельному виду транспорта, будь то велосипед, автомобиль или самолет. Открой волшебное окошко и ты узнаешь, как устроена каюта на яхте, что перевозят в фурах и какой инвентарь находится внутри пожарной машины. Расширь свой кругозой в области транспорта, возьми в руки книгу Рут Мартин и Алана Сэндерса. Английская художница Шерон Рента предлагает дошкольникам провести день, путешествуя на поезде вместе с котенком Тимом и его дедушкой. Прекрасная иллюстрированная книга расскажет о том, какие бывают поезда, где приобрести железнодорожный билет и как вести себя в дороге. Девчонкам и мальчишкам будет интересно рассматривать картинки с забавными зверятами и узнавать о различных ситуациях, которые могут произойти во время поездки на железнодорожном транспорте. Какие неожиданные препятствия могут встретиться в пути? Почему некоторые пассажиры слывут невежами? Кто и как следит за движением поездов на железной дороге? Обо всем этом увлекательно расскажет Шерон Рента в своей книге «Один день на поезде». Для тех, кто желает более подробно познакомиться с устройством железной дороги и поездов, рекомендуем книгу Владимира Малова «Зачем поезду рельсы?». Научно-популярное издание рассчитано на младших школьников и снабжено большим количеством иллюстраций с обозначениями и пояснениями. Чем паровоз отличается от тепловоза и электровоза? Какие типы вагонов существуют? Как оборудован железнодорожный переезд? Откройте книгу и обязательно узнаете. Тем, кто впервые отправляется в путь по железной дороге, автор расскажет, какие удобства предусмотрены в поезде для комфорта пассажиров. Для будущих машинистов и механиков в книге найдется информация о тормозной системе поезда, контактной сети, замене колес и переводящих устройствах. Все только самое интересное о поездах в легкой доступной форме изложено в книге Владимира Малова «Зачем поезду рельсы». Если вы никогда не бывали в подземном городе, то обязательно обратите внимание на книгу о метро Натальи и Василия Волковых. Почему метрополитен часто называют музеем? Правда ли, что на станциях метро можно заниматься палеонтологией и найти останки древних животных и растений? Как использовалось метро в годы Великой Отечественной войны? Ищите ответы на страницах книги «Метро под земный город» издательства Настя и Никита. Вы сможете узнать о том, как работает эскалатор, для чего нужен турникет и где находятся поезда в ночное время суток. Если вы планируете путешествие в большой город, где есть метрополитен, то книга Натальи и Василия Волковых отлично подойдет для первичного знакомства с устройством подземного города. На 100 тысяч почему маленьким любознайкам ответит книга Елены Хомич про полезные машины. Далеко не каждый взрослый имеет представление о том, что такое минивэн, чем внедорожник отличается от пикапа, а линейный корабль от крейсера. Автор легко и непринужденно расскажет маленьким читателям о самолетах-невидимках и катапультируемых креслах. Объяснит, для чего на круизном лайнере лодки и почему самосвал получил такое название. Однако в книге есть информация не только о транспорте. На ее страницах мальчики и девочки познакомятся с бытовыми устройствами, такими как пылесос, мультиварка и электровафельница. Прочтут о технике безопасного обращения с этими полезными приспособлениями. Если в вашем доме поселился юный техник, то книга Елены Хомич про полезные машины специально для вас. Будущим строителям рекомендуем энциклопедию «Мир строительной техники» из серии «Техника вокруг нас». Многим наверняка знакомы такие машины, как трактор и бульдозер. А слышали ли вы про корчеватель или скрепер? Если нет, то скорее открывайте книгу и пополняйте свой запас знаний. На страницах издания вы найдете несколько видов экскаваторов, грузовые автомобили и даже грейдеры. Автор увлекательно расскажет о подъемных кранах и механизмах, раскроет секреты постройки, ремонта и сноса зданий, уделит внимание технике для дорожных работ и пожарной технике. Всем, кто хочет с головой погрузиться в изучение «Строительства»? Советуем прочитать книгу «Мир строительной техники» издательства «Росмен». В серии «Что такое? Кто такой?» вышла увлекательная книга для маленьких матросов и капитанов. Она называется «Почему корабль плывет?». Юные мореплаватели узнают о том, как передать тайное послание с помощью флажков, благодаря чему приходит в движение парусный корабль и что такое форт. Если вы захотите в подробностях изучить строение рулевой рубки или океанского лайнера, познакомиться с типами парусных судов и устройством маяка, вам непременно стоит прочитать книгу «Почему корабль плывет?». Роман Беляев приглашает вас совершить экскурсию по маяку. Вы узнаете, для чего существуют маяки, какие помещения и приборы находятся внутри башни, а также, как менялось устройство маяков с течением времени, то и когда придумал построить первый маяк, каковы задачи маячника, какие необычные маяки существуют в мире. Читайте на страницах книги Романа Беляева «Как работает маяк». Приглашаем маленьких любознаек и их родителей за книгами о технике в привокзальную детскую библиотеку номер 8. Вы можете взять любую из книг, представленных в обзоре, или выбрать что-то другое, более интересное для вас. Ждем в гости и желаем приятного чтения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова